пётр сайман сай сайлан сайна нам не знаю как долго продлится война украины еще хороший вопрос как долго власти будет путин эта война финансируется финансируется западом путин получает больше миллиарда долларов в день и при неработающей экономике при действительно ужасных санкциях все это продолжает работать ну все по сегодняшним условиям там не хватает каких-то ресурсов они перебрасываются с разных направлений до попытка решать эту задачу создание новых источников ресурсов на предпринимается уже есть наемники как-то решается здесь источник не безграничный но к сожалению не безграничный источник не безграничный источник и украины вот ограничительные функции но их несколько параметра ограничительные вот это деньги во вторых европейцев волнует проблема энергоносителей ископаемых газом особенно их будет волновать это все зимой когда отопление будет но от этого будет возможно там какой-то бизнес закрыть из-за того что газ слишком дорогой но оставить без отопления граждан никто не может сейчас очень активно ищутся альтернативные источники энергоносители решаются эта проблема но похоже что проблема зимы решится как-то иначе чем вот выступление зимы когда-то в москве 10 октября начинают топить если холодно если температура падает ниже 10 градусов но вот примерно в европе это время октябрь то есть до октября ну все называют цифру август оптимисты говорят о том что это может произойти быстрее россия безусловно пытается выйти на результаты переговоров то есть не просто переговоры надо же путину нужны определенные результаты пока убедить на поле боя зеленского и граждан украины в том что нужно ну не капитулировать но нужно стать заговорчивее вот пока путину не удается к счастью вот но вот эти ограничители разговоры о том что война продлится несколько лет но они правильные напряжение продлятся запад не допустит вот той цели которую там скажем я бы хотел чтобы украина достигла это парад на красной площади мы с аркадием на двух танках абрамсах вот подписание к дг соглашения то есть если главную капитуляция и компенсация ущерба каким цивилизованным способом отстранения конечно этой группы от власти международный трибунал мне волнует что идея трибунала сначала поддержана скажем зеленским его окружением сейчас она как-то тихонечко умирает если не умерла к сожалению